Шошкинское отделение сельхозпредприятия Сыктывдинское на этой неделе приступает к реконструкции коровника на 149 голов с беспривязным содержанием и доильным залом. Это уже вторая ферма, которую собирается агрария обновить. Реконструкцию первого коровника на 200 голов провели еще в прошлом году на 22 миллиона рублей. Это стало возможным после того, как хозяйство перешло под крыло Сыктывкарского молзавода в качестве собственной сырьевой базы. Сегодня в обновленной ферме выросли удои и зарплата работников. Елена Кононова выехала на место. Профнастил на крыше, стены обшиты сайдингом. На окнах стеклопакеты. Почти на каждом подоконнике цветы. Глядя на красивое сооружение снаружи, никак не подумая, что это коровник. Внутри ферма тоже сильно отличается от привычных сельских. Здесь заменили все оборудование. Установили новый молокопровод, французский охладитель, транспортеры и систему водопоения. Для буренок постелили резиновые маты. У персонала есть комната отдыха и даже душевая кабинка. Кроме того, на обновленной ферме появилось отопление. В старой его не было вообще. Автономная котельная, которую поставили рядом, работает на пилетах. Ни грязи, ни копоти. Понятно, что на такую работу доярки ходят с удовольствием. Молодые люди сегодня просятся. В старую ферму не шли, а после реконструкции, тем более зарплаты почти в два раза выросли, просятся к нам. Только вот пока мест нету. Выросли зарплаты не просто так. Благодаря комфортным условиям у дои и у коров подскочили. Управляющий хозяйства Александр Кузьмин отмечает, за 20 лет его работы молоко на ферме впервые стало высшего качества. Каждый день на молзавод отсюда везут 2,5 тонны молока. Сегодня задача поднять эту цифру до 4-5 тонн. В планах у нас еще реконструкция одного двора. В этом году начало реконструкции, а вот уже будет в следующем году, в 16-м, потому что за годы тоже не осилить. И планируется везти коровник по голове на 149 голов без привязанного содержания, с заельным залом. Реконструкция ожидает еще и вот этот коровник. Он простаивает уже более 6 лет. Здесь тоже необходим капитальный ремонт. Нужно заменить крышу, окна, оборудование. По словам управляющего, Сыктывкарский молзавод уже подписал с подрядчиком договор. Работы планируют начать на этой неделе. Пока на свои средства. Затем в рамках программы господдержки сельского хозяйства государство возместит аграриям 70% затрат.